Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Недавно поступила инвестиционная идея по торговле Wall Street на покупку CMG на 15% от портфеля по стоимости 522,24 доллара за штуку акций. Давайте посмотрим, что это такое. Я заинтересовался, конечно, и стал смотреть. Вот сейчас вы видите, это Chipotle Mexican Grill Incorporated. Вот такая компания американская, в Америке торгуется по индексу S&P 500. Давайте посмотрим на эту акцию издалека. Сейчас я меняю масштаб. Посмотрите, вот поступила здесь торговая идея. Вот здесь, вот вы видите, 522 с чем-то. Я что-то посмотрел. Это недельный график. Я посмотрел, вроде бы акция находится наверху. И я что-то подумал. Подожду-ка я ее брать. Не буду. И, честно говоря, я ее не взял. Вот посмотрите, вот здесь. Сейчас я проведу линию, где 522,24 я сказал. Ну, примерно я проведу линию. 522. Ну, примерно вот здесь была рекомендация купить. Вот она поступила, вот где-то здесь рекомендация. Я скажу, когда. 22 января она поступила. Она поступила вот здесь. 22 января. И я что-то как-то посмотрел. Думаю, блин, опустится. Не буду-ка я ее брать. Поднялась, зараза. Сейчас уже поздновато. И я ею не воспользовался. Ну, как вы видите, зря. Идея получилась вполне себе. Что по поводу той идеи, которая была предыдущая. Она еще действует. Сейчас я вам покажу ее. Вот она. China Biologic Products Holdings. Вот, посмотрите, вот она наша. Вот желтым цветом вы видите позиция. Открыта позиция. И кто их знает, эти акции американские. После того, как она действительно выросла, вы видите, потом она еще подросла. И я на всякий случай поставил вот здесь стоп-лимит. Она в безубытке у меня сейчас. То есть, акция куплена. Она в прибыли. Сейчас общая прибыль там 21 доллар. Ну, как бы я спокоен абсолютно. Потому что, если она опустится ниже моего стопа, то стоп должен сработать. Он может и не сработать. Там проскальзывание и так далее. О том, почему он может не сработать, я рассказываю очень подробно на курсах. Как выставлять стопы. Это очень важно. Вот, ну, у меня стоп стоит, он должен сработать. И, соответственно, ну, я отслеживаю так более-менее. Вот в таком состоянии. Что по поводу Фейсбука. Ну, вот вы видите, вот желтым цветом я купил Фейсбук. Но я купил его сам. И я купил его надолго. С учетом того, что я хочу получать там дивиденды и так далее. Потому что Фейсбук фундаментально, мне кажется, что он очень привлекательная акция. Поэтому Фейсбук это чисто моя личная позиция. Вот она у меня сейчас в плюсе 25,36 доллара. При этом у меня очень-очень небольшая сумма туда вложена. Так сказать, там не 15 процентов, там портфель совсем небольшая сумма там куплена. Две акции по 133 доллара за штуку. 133,92, почти 134. Вот такие дела у нас обстоят. Оставайтесь на моем канале. Я буду ставить вас в известность о тех инвестиционных идеях, которые поступают мне. По мере их поступления, ну, буду фильтровать, конечно, я не все говорю. То, что мне нравится, то, что мне не нравится, я тоже вот сегодня мне не очень понравилась идея. Я ею не воспользовался. Но, как вы видите, акции выросли. Вот. Поэтому оставайтесь на моем канале. Сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вас больше интересует. Инвестиционные идеи или какие-то вот идеи по поводу доходности, скальпинга и так далее. На сегодня все. До встречи. С вами был Демитрович Юрий. С вами был Демитрович Юрий. С вами был Демитрович Юрий.